Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Прибывший к Карачаево-Черкесию Геннадий Семигин рассказал о целях создания объединенной партии, основанных в тезисах программы на выборах депутатов Госдумы. Сейчас остались только развалины, как напоминание о былых временах. В поселке Эльбрусском экологи республики проводят рекультивацию на месте заброшенного рудника. Легко объяснить в игровой форме. Запоминать правила дорожного движения теперь детям стало проще и интереснее. Мобильные автогородки отправились в районы республики. И новая победа у танцевального коллектива Таулу из Карачаевска. На этот раз наши танцоры стали лучшими в 4-м международном конкурсе национальной премии имени Асидоры Дунка. Сегодня в Карачаево-Черкесию с рабочим визитом прибыл сопредседатель Всероссийской политической партии «Справедливая Россия» патриоты за правду Геннадий Семигин. На встрече с журналистами республиканских смен рассказал о том, что партия образована путем объединения ранее трех действующих политических объединений. Председателем партии избран Сергей Миронов. В парламенте и республике на сегодняшний день уже представлены партии «Справедливая Россия» и «Патриоты России». Геннадий Семигин рассказал о целях создания объединенной партии, основанных в тезисах программы на выборах депутатов Государственной Думы, восьмого созыва, стратегии, тактики предвыборной кампании. В ходе пресс-конференции сопредседатель партии ответил на вопросы журналистов. И сегодня же состоялась двусторонняя встреча спикера парламента Карачаева-Черкесии Александра Иванова с Геннадием Семигиным. Было отмечено, что «Справедливая Россия. Патриоты за правду» образована в феврале 2021 года путем объединения ранее двух действующих партий «Справедливая Россия. Патриоты России за правду». Председателем избран Сергей Миронов, сопредседателем являются Геннадий Семигин и Захар Прилепин. В данный момент ведется работа по внесению актуальных изменений и дополнению программы партии. Сейчас проходит знакомство с активами в регионах. В парламенте Карачаева-Черкесии представлены «Справедливая Россия. Патриоты России». Стороны обсудили перспективы работы объединения фракции в Народном собрании республики. Затем Геннадий Семигин провел встречу с активом партии и посетил северный микрорайон Черкеска. Гости ознакомили с ходом строительства социальных объектов. Делегация также посетила Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Карачаево-Черкесский онкологический диспансер имени Бутова». Геннадий Семигин отметил высокий уровень лечебного учреждения и новейшее оборудование, с которым работают медики, отметив, что в регионах СКФО он не встречал такого масштаба. На встрече с коллективом диспансера депутат парламента Карачаева-Черкесии Расул Салпагаров вручил главврачу ключи от новой машины «Лада Гранта», которую приобрели для нужд медучреждения. Заброшенный горнятский поселок, две штольни для добычи свинца и цинка и 814 тысяч тонн загрязняющих веществ отходов под ногами. Локация – верховье реки Кубань, поселок Эльбрусский, Карачаева-Черкесия. Токсичное эхо вековой добычи и переработки руд, дошедшие до нас, отражают сейчас экологи республики при поддержке руководства Карачаева-Черкесии. Об опасной эстетике заброшенного рудника в материале Фатимы Дауровой. В августе 1891 года началась промышленная разработка месторождения Эльбрус. Появился целый завод, рассчитанный на выплавку двух тысяч пудов металла в год. В первый день работы он дал 130 пудов свинца. Через четыре года переработали уже 38 тысяч пудов руды, которую продавали не только на рынках России, но и за границей – во Франции и Великобритании. В смутные годы революции и гражданской войны рудник был окончательно заброшен, и лишь в 1950 году его вновь запустили, присвоив имя Поляна. Построили новую обогатительную фабрику, расширили поселок. К 70-м годам месторождение начало иссякать, и промышленную добычу решено было прекратить. Но Поляна не была заброшена сразу. Ей нашли другое применение. Трудно поверить, что в этих заброшенных зданиях когда-то находилась учебная база Московского горного института, и здесь кипела настоящая научная жизнь. Ну а сейчас остались только развалины, как напоминания о былых временах. Для цели учебно-полевой практики функционировала шахта студенческая. Она короткая, всего несколько десятков метров. Сейчас в ней находят тень в жаркий день, пасущиеся на поляне животные. В свои лучшие времена рудник предоставлял горную массу, которая проходила первичную переработку и обогащение флотационным методом. Отходы обогащения, хвосты, частично использовались в виде закладок горных выработок. Большая часть хвостов складировалась на хвостохранилище, расположенном на правом берегу Кубани. Объем накоплений составляет около 370 тысяч кубических метров. Иными словами, на территории немногим больше 5 гектар расположено 814 тысяч тонн опасных отходов. На борьбу с ними вышли экологи республики при поддержке руководства Карачаева Черкесии. В рамках нацпроекта «Экология» мы проводим здесь рекультивацию хвостохранилища Эльбургского. Здесь были отходы 3-4 класса опасности. И вот на два года мы его распределили и проводим. Благодаря главе мы вошли вот в этот нацпроект «Экология». В результате разрушения старой дамбы происходит смыв хвостов ливневыми и талыми водами в главную водную артерию республики Кубань. Поэтому приоритет ее безопасности для руководства республики не оставляет никаких сомнений. Эльбургский рудник относится к одним из старейших горно-рудных центров Карачаева Черкесии, который прошел все этапы развития. От разведки, эксплуатации, переработки горных руд, истощения и, наконец, закрытия. Сейчас он находится на одной из последних фаз – рекультивации хвостохранилища. За моей спиной вы можете наблюдать, что сейчас идут работы по берегоукреплению, чтобы отходы не могли попасть в реку. Численность населения, которое находится под угрозой негативного воздействия объекта, составляет по подсчетам специалистов более 150 тысяч человек. Поэтому вхождение проекта Министерства природных ресурсов и экологии республики по рекультивации хвостохранилища в национальную программу «Экология» оказалось своевременным. В этом участке ведутся работы по рекультивации особо опасного объекта, накопленного вреда окружающей среде. Работы начались в этом году в рамках нацпроекта «Экология». Проведение и реализация этих работ позволит улучшить качество жизни более 20 тысяч человек и вернуть сельхозоборот порядка 6 гектар. Поверх хвостов уложат геомембраны и слой почвы, на которой высеют потом траву. На этом же участке будут законсервированы устья «Штолин», разобраны руины производственных зданий. Сейчас полным ходом ведется строительство 800-метровой дамбы, которую затем облицуют плитами. Завершить полную рекультивацию планируют в следующем году. Вот так завершается эпоха советского рудника, который вместе с десятками тысяч других по стране в свое время помогли стать Советскому Союзу самой передовой и могущественной горно-металлургической державой мира. Фатима Дорова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский городской округ. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших состояло 20 559 человек. Из них 20 214 выздоровели. 109 человек госпитализированы. В мэрии Черкесии объявляют, что жители столицы Карачаева-Черкесии пострадавшие во время паводков смогут обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу и сообщать о подтоплении своих домов. Номер горячей линии в Черкесии 26 69 11. Ну а сейчас время прогноза погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии кратковременный дождь, гроза, местами сильные, с градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Местами ветер западный с переходом днем на восточные 5-10. Температура ночью 8-13, в горах 2-7, днем 17-22. И в горах местами до плюс 16. В Черкесии кратковременный дождь и гроза, ветер западный с переходом днем на восточные 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-13, а днем 20-22 градуса тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это Большие вести. В прямом эфире мы продолжаем. В детском саду Эльнур, Аула и Конхалк для детей провели мероприятие, направленное на соблюдение правил дорожного движения. Министерство промышленности, энергетики и транспорта передало в районы мобильные автогородки, благодаря которым детям в игровой форме могут рассказать и показать, как нужно вести себя на дороге. Тему продолжит Аслан Гирюгов. Очень важно с малых лет приучать детей к соблюдению правил дорожного движения. Именно с этой целью было проведено данное мероприятие. Для детей создали целый класс, где они смогут в игровой форме запоминать правила дорожного движения. Как отметили организаторы, первый урок очень понравился детям. И именно в таком формате им легче запоминать все правила. Министерство промышленности, энергетики и транспорта Горочево-Черкесской республики в том числе курирует вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения на территории республики. И было принято решение о приобретении вот таких вот учебно-методических комплексов именно для детей, именно для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, для обучения детей именно с детского возраста, чтобы дети обучались и знали основы дорожного движения. Во время мероприятия дети танцевали, а также рассказывали стихи о правилах дорожного движения. Работники детсада также отмечают, что обучению правилам дорожного движения они уделяют большое внимание. Всегда стараются разными способами объяснить детям, как правильно переходить дорогу. Легко объяснить в игровой форме. Играя, мы им даем эти знания. Именно наглядный материал больше помогает детям усваивать программу или какие-то знания. Но больше всех довольными остались дети, для которых был открыт этот класс. Ну, по светофору все запомнила. На дороге с давних пол есть хозяин светофор. Перед вами все цвета. Вам представить их пола. На светофоре классный цвет. Опасен путь. Дологи нет. А если золотой цвет горит, он приготовьте и говорит. Зеленый вспыхнул впереди. Свободен путь. Переходи. Несомненно, данная тема очень актуальна. Организаторы уверены, что подобные мероприятия должны проходить как можно чаще во всех детских садах. Аслан Гирюгов, Рашитоков. Вести Карачаева, Черкесия. Икон Халк. Танцевальный коллектив Таулу из Карачаевска в очередной раз содержал победу в 4-м международном конкурсе национальной премии имени Айсидоры Дункан и стал лауреатом первой степени, который проходил в Ставрополе. Ребята-воспитанники Шамиля Эсикуева. Ежедневные репетиции под его чутким руководством дают свои плоды. Юные танцоры победили с танцем «Дети гор» и стали обладателями гран-при с народно стилизованным танцем «Кара Денис». Времени раньше детская студия национального танца Таулу заняла первое место на международном хореографическом конкурсе «Короли танцпола» в Краснодаре. На территории 18-й гимназии Черкеска состоялся дружеский турнир по дворовому футболу между школьниками 2007-2008 года рождения. Соревнования, организованные общественным советом при МВД Карачаева-Черкесии под девизом «Безопасные каникулы» с целью вовлечения несовершеннолетних в здоровый образ жизни. На спортивное поле команды вышли в прекрасном настроении, а поддержку спортивного духа команд обеспечивали болельщики. Матч был динамичным, интересным, хотя и очень непростым для участников команд. Развернувшаяся на поле борьба заставила не на шутку поволноваться болельщиков. Товарищи с ка встречи, все футболисты показали отличную технику владения мячом и высокий командный дух. Но спортивная удача была на стороне футболистов команды «Ларус», которая заняла первое место. На втором команда «Советский комсомол» и на третьем «Футбол Хаус Плюс». Победители и участники соревнований награждены грамотами, кубками и медалями, а победители получили денежный приз от спонсора «100 Бумер Сервис». Такой была среда в Карачао-Черкесии. А прямо сейчас продолжение сериала «По разным берегам». Приятного просмотра и ждите вестей. Субтитры подогнал «Симон»!